Здравствуйте! В этом году, 4 октября, мы отмечаем 90 лет со дня образования гражданской обороны России. Мы поздравляем наших коллег, ветеранов и всех, кто имеет отношение к этому празднику. И сегодня у нас необычный выпуск. В честь юбилея гражданской обороны мы расскажем 11 невероятных фактов про такие средства индивидуальной защиты, как противогазы. Прародители противогаза появились еще в IX веке в Персии для работы на родниках и напоминали они марлевую повязку. В Российской империи прародители противогазов появились в 1838-41 годах. Их использовали мастера при золочении куполов Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Это были стеклянные колпаки со шлангом. Через него-то и подавался воздух. Тем не менее, эти приспособления не спасли мастеров от отравления. Погибло 60 человек, так как не было учтено то, что кожа также требует защиты, и через нее могут впитываться пары ртути высокой концентрации. Патент на изобретение противогаза был выдан еще в 1849 году американцу Льюису Хаслету. Однако, как говорили эксперты, изобретение Хаслета было неэффективно в военных условиях. Изобретательность касалась скорее удобного дизайна этого предмета. В начале 20-го столетия астроном Камиль Хламерион предсказал, что в 1910 году Земле предстоит пройти сквозь хвост кометы Галлея, который состоял из ядовитого газа циана, которое убивает все живое. Согласно предсказаниям астронома, человечеству грозила опасность вымирания. Этой информацией воспользовались врачи того времени и стали предлагать приобретать средства защиты первой необходимости – противогазы. Но изготовлены они были скорее в декоративных целях, нежели для какой-либо защиты. Тогда людей спасло то, что хвост кометы имел очень слабую концентрацию газа циан. Ошибочно считается, что изобретателем противогаза в 1915 году был русский ученый Николай Зелинский. Зелинский изобрел саму универсальную систему фильтрации древесным углем, что, кстати, спасло миллионы солдатских жизней в годы Первой мировой войны. Во время Первой мировой войны активно использовались противогазы для собак и лошадей. Примечательно то, что собаки проявили большую терпимость в одевании, чем лошади. Например, в каждой пехотной дивизии Германии было более 5000 лошадей, и для их защиты от отравляющих веществ использовалось несколько типов противогазов. Отечественный конский противогаз ветеринара Гонтарева выглядел как торба в форме трапеции. Благодаря таким разработкам конь имел возможность получать доступ к очищенному воздуху около четырех часов. В СССР для системы гражданской обороны выпускалась камера защитная детская, предназначавшаяся для защиты младенцев до полутора лет. Камера защитная детская представляла собой большую герметичную сумку из прорезиненной ткани на металлическом каркасе, внутри которой помещался маленький ребенок. В США, чтобы дети не пугались и принимали защиту от газовых атак как игру, в 1942 году стали выпускать детские противогазы с изображением Микки Мауса. Вот такая подборка у нас получилась. А в завершении программы предлагаем вам посмотреть необычайные противогазы, которые придумали самые разные модельеры в разных странах мира. Джедайский противогаз из США. Зимняя шапка противогаз из Японии. Автор – дизайнер Тирияки Мото. А вот противогазы в стиле дня с ее изображением кошки Hello Kitty. Противогаз в стиле стим-панк. Материалы медь-кожа. Автор – кожевеник Том Энбелл. Противогаз в виде Микки Мауса. Его использовали для защиты детей в Первую мировую войну от традиционной пыли и бактериологического оружия. И последние экземпляры. Противогазы со стразами от Сваровски. Голландия. Автор – дизайнер Диддо Вилема.